К нашему эфиру присоединяется авиационный эксперт Константин Криволап. Константин, мы вас приветствуем в эфире «Фридом». Добрый вечер. Приветствуем, рада вас видеть. Взаимно. Константин, это взаимно. И увеличение атак конкретно беспилотниками со стороны России, конечно, самый важный вопрос, как эффективно противодействовать. Все возможности противодействия, конечно, задействованы. Как мы можем их усилить? В идеале, я так понимаю, уничтожать эти склады с беспилотниками еще на территории России. Но на сегодня какие у нас есть варианты совершенствования, что ли, этого противодействия? Ну, принципиально, так, два направления. Одно направление – это заниматься уничтожением всех этих дронов типа «Шахет» еще на территории Украины, то есть на территории России, когда это только производится и перевозится. И это, прежде всего, заводы в Алабаге, это удары по заводу «Купол». Сейчас появилась информация о том, что еще есть какие-то два завода в Московской и Ленинградской областях, где Путин, как обещал, там делать хабы именно для производства БПЛА. И вот, судя по всему, вот это громадное количество «Шахетов», которые сейчас… Типу «Шахетов». Это уже не «Шахетов», там от «Шахетов» осталось только название, которым мы пользуемся. Что вот эти вот дроны типа «Шахет» изготавливаются в таком количестве. Очевидно, где-то освоили большое производство, объемы производства фюзеляжа. Это достаточно простая деталюга. И вот эта комплектация, которая поступает с Китая и частично, очевидно, с Ирана, но, думаю, в большей степени из Китая, они собираются там… Вот отверточная сборка. Там нет ничего там суперсверхъестественного. Там просто большая серия, и там кто угодно может этим делом заниматься. Второе направление нашей защиты – это ни для кого не секрет, я не открою военную тайну, что часть мобильных огневых групп перебралась там ближе к линии боевого столкновения. Там нам просто не хватает людей для того, чтобы защищаться, как-то сдерживать наступление россиян. Поэтому наши мобильные группы приблизились, как бы ближе стали к Киеву, и часть «Шахедов» стала залетать. И мы поэтому стали видеть «Шахедов». Раньше их уничтожали на дальних подступах, потому что было больше мобильных групп. Я говорю сейчас просто про Киев, чтобы было понятно, что это такая ситуация во всей стране. Поэтому, очевидно, нам… То есть обычные средства, которые раньше работали, они, ну, не могу сказать, что они не помогают, потому что средний уровень сбития «Шахедов» у нас остается очень высокий, там 85-95%. Каждую ночь по-разному, но в принципе это 85-95%. Это очень высокий уровень поражений для любой страны. Для любой страны. Даже для супер-ПВО Израиля. Поэтому я думаю, что надо находить какие-то возможности, там, либо через терроборону, либо как-то еще. Но нам самим, наверное, участвовать, жителям, которые могут получить… Есть очень много людей, которые не могут, скажем, служить в армии, но которые могли бы работать, дежурить там хотя бы там какое-то определенное время, помогать силам терробороны, работать с этими средствами поражения. Я думаю, что многие из нас могли бы освоить это, и в этом нет ничего сверхсложного, можно было бы этим вопросом заняться. Нужны какие-то там решения на уровне законодательных органов, давайте их принимать. Но лучше, чтобы эти шахеды не залетали на территорию наших городов. Лучше их уничтожать дальше, и мужчины могут этим делом совершенно спокойно подняться, и женщины в том числе, и помочь нашим защитникам, нашей терробороне в том числе, лучше защищать города. Если говорить исключительно о шахедах. Константин, скажите, вот у меня небольшое оточнение, возможно, ну, вы расскажете. Я просто про себя фиксирую определенные моменты, что в последнее время, ну, понятное дело, что каждую ночь мы практически просыпаемся от тех, что, да, работает ППО под этим беспилотным летательным аппаратом. Ну, это лично мой опыт, скажем так. Да, что практически каждую ночь. Если там не через одну, то вот так... Каждую. Да, абсолютно. Мы мечи своими нами. Есть такая фраза, завидная постоянственно, хотелось бы, чтобы она не относилась к нашей с вами истории. Но все же. И я смотрю, что вот потерян локационно. Вот шахед. А что это вот означает на практике? Как-то вот очень много их стало в последнее время. Вот. Ну, вот так мне кажется. Это очень хорошо. Потому что когда... Я понимаю. Я с вами полностью согласен, Константин. Когда вот эти, да, машины убийства там где-то теряются, боже, прекрасно. Да. Объяснить, что это такое, да? Как это происходит? Да. Что это означает? Ну, вот есть станции РЭП, так называемые, да? Вот. Одни занимаются тем, что они просто глушат сигнал, а другие еще занимаются просто спуфингом. То есть, когда глушат сигнал в голове шахеда, если представить себе, что у него там есть какая-то голова, а там есть какой-то мозг, то там сплошной шум. Он не понимает, где он находится, что он делает. Он включает инерциальную систему и пытается по ней как-то куда-то попасть. И тогда он чего-то еще продолжает лететь. Но если ему все время там... Инерциальная система, она очень не точная. Она может его сильно увести в сторону. Но лучше всего, когда используется более высокого уровня развития системы РЭП, как так называемый спуфинг. Это замена сигнала GPS, который идет от спутника. И эта система работает значительно хитрее. Мы шахеда как бы... Знаете, как в Айкидо. Ты приближаешься к противнику, ты принимаешь его энергию, и потом дальше действуешь вместе, становишься одним целым с противником, потом ты его бросаешь. Вот так же и система РЭП работает. Она приближается к шахеду от имени как бы спутника, говорит, я есть спутник, верь мне, смотри, какой я красивый. И после этого начинает подменять сигнал спутника. Подменяет его по координате и по времени. Поэтому некоторые жители Киева и Киевской области проснулись пару дней назад. Выяснили, что они там чуть ли не в Венесуэле и в Доминикане. И это совсем другое время суток. И были несколько удивлены этому. Это как раз работала система РЭП для того, чтобы подавлять шахеды. И с каждым месяцем, я бы так сказал, у нас процент этот, если раньше он там был 3, 5, 7, 10 процентов, то сейчас 15, 20, 25 процентов мы подавляем с помощью РЭП. Чем больше, чем эффективнее будут работать наши системы РЭП, тем меньше этих дронов типа шахед будет залетать на нашу территорию. И тем раньше мы можем их положить там в поля или, как говорится, мордой в асфальт. Дело в том, что вот те, которые прошли РЭП, устояли против РЭПа. Вот потом дальше с ними начинают разбираться уже мобильные огневые группы и зенитно-ракетные комплексы. Константин, ну, еще так же в нашей теме было озвучено, что Россия преимущественно сейчас атакует украинские города беспилотниками, и ракеты они накапливают. Так вот, по поводу ракет. Ракет — это более сложное производство, другие технологии и так далее. Во-первых, интересно, откуда они это? То есть какие-то комплектующие, например, давно накопленные, поставленные Ираном. Вот это интересно. Из чего они эти ракеты собирают и как много они действительно способны их накопить? Я вам скажу так, что вот как они в прошлом году вышли на уровень где-то 120-140 ракет ежемесячно по разным типам. Там можно говорить, сколько там кинжалов, 6, 8, 4, там разные месяцы. Там можно говорить о разном количестве калибров, АХ-101, там 40-50 в месяц. Ну и такое. Это цифра как была, она такой фактически осталась. Там ничего принципиально там никуда не добавилось. Что касается комплектации, как были там комплектующие американские, немецкие, французские, британские, тайваньские, китайские, так они по большому счету и остались. Это не те детали, которые можно перекрыть. Мы с вами там еще 2 года назад говорили о том, что мир глобален, рынок глобален. И то, что касается именно такой комплектации, каналы ее перекрытия, ну очень сложны. Это скорее всего политические упреки, чем реальность закрыть возможности контрабанды подобными частями. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что санкции против каких-то компаний, которые это дело производят, они во-первых имеют, там можно давить только на совесть и больше ни на что. Потому что по рыночным законам они действуют абсолютно открыто. Они продают нормальные компании, белые, чистые и пушистые. Причем они могут знать, кто за ними стоит, а могут и не знать, кто за ними стоит. Но это компании, которые созданы для того, чтобы генерировать прибыль, платить налоги, быть законопослушными гражданами, в лице физических лиц. Поэтому Россия давно уже накопила все запасы. И эти запасы существенно превышают их возможности по доставке. То есть количество самолетов, количество пусковых установок, количество кораблей. Именно поэтому было поражение кораблей в Каспии. Это были поражены два ракетоносца, которые как раз могли бы запускать калибры. А такие ситуации, когда они запускали калибры с Каспией, уже были. Поэтому мы очень серьезно занимаемся уничтожением вслед с доставки. Это в первую очередь. Ту-95 пока еще летают с Оленей на... Энгельс с Энгельса на Оленью. И пока у них это получается без потерь. Хотя ресурс мы, конечно, по ресурсу они серьезно страдают. А вот то, что касается МиГ-31, то наша атака Саваслейки была очень эффективная. И там, судя по всему, из восьми МиГ-31 К, которые таскали кинжалы, осталось только три. Потому что в крайних атаках больше трех ракет кинжалов, то, соответственно, больше трех МиГ-31 К задействовано не было. Если говорить о Ту-22, то по последним данным их там даже по бухучету такому более-менее объективному численность 27, учитывая, что это самолеты старые, там многие находятся там в ремонтах, в регламентах, прочих, то на крыле штук 20. А учитывая то количество, которое участвовало в крайних атаках, то там больше шести семей не участвовало. И это говорит о том, что у них там скорее по Ту-22 проблема не с самолетами, а скорее всего проблема с подготовкой ракет. Потому что Ха-22 очень старая ракета, мы об этом много раз говорили. Она тупая и бесспользованная, и ее заправлять очень тяжело и очень долго. И это... те топлива, которые используются, окислители используются в этой ракете, они очень токсичны. Там не просто в химзащите надо ходить, где там в очень специальной защите надо ходить заправлять эту ракету. Поэтому, судя по всему, они одновременно больше там шести-семи ракет заправить и использовать для залпа не могут. Дальше. То, что касается искандеров, баллистических, искандеров М, то они к ним достаточно действительно их берегут и их производство ну очень сложное. Они не все хорошо получается там со скоростью. Так же, как и со скоростью производства кинжалов. Поэтому этих изделий производят там 10, 15, 20 штук в месяц. И 20 это у них уже как бы рекордная цифра. То есть на один залп мощный, вернее на одну ракетную атаку мощную, скажем, когда идет много шахедов, но они занимают, ими занимаются мобильные огневые группы и зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Дальше в принципе частично и крылатые ракеты этими же системами сбиваются. Ну туда уже к крылатым ракетам добавляется уже и АСТ и и на самсы. Дальше когда уже это все волны прошли, все хитрости прошли, тогда уже добираются и стараются добить уже цели с помощью кинжалов и с помощью Искандеров-М. И вот по поводу этих баллистических атаки ну немцы закончили сейчас подготовку пяти групп наших специалистов для патриотов. То есть я так высказываю про себя такую аккуратную надежду, что мы в ближайшее время получим необходимое количество для того, чтобы эти группы могли работать. То есть четыре-пять патриотов очень надеюсь, что мы сможем получить. Ну где-то вот такая история с нашими угрозами ракетной атаке от россиян. Константин, спасибо вам большое за этот разговор, знаете, за такой, знаете, широкий размах в анализе. Вы разложили по полочкам определенные вещи, которые даже для меня были определенным образом скрыты. Благодарю за то, что присоединились к нашему эфиру. Константин Криволап, авиационный эксперт, был с нами на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok